Института психоанализа Института психоанализа Вот эта ситуация принципиально не меняется на протяжении уже почти 100 лет И на чем основаны будут мои какие-то тезисы и утверждения? Ну, во-первых, я как раз представитель, вот я та золушка от психотерапии, как раз представитель психологической психотерапии И, конечно, я опираюсь на свой многолетний опыт В 1988 году я начала работать как психолог детского дома, затем я прошла специализацию в институте Бехтерева по медицинской, работала долго в поликлинике И теперь я частно практикующий психоаналитик в том числе И мне бы хотелось обратить ваше внимание, что вот у меня есть, я думаю, что некое профессиональное преимущество Я обучалась и работала во всех парадигмах практически, но во всяком случае сегодня названных Я начинала как классический психолог, я очень быстро пришла к когнитивно-поведенческой терапии Потому что длительно развивала направление, которое сейчас называется девиантология И писала книги в этом направлении А понятно, что психоанализ не так хорош для работы с наркозависимыми, с людьми зависимыми, с асоциальным поведением Особенно в острых периодах Во всяком случае, до ремиссии, стойкой ремиссии эти методы считаются не самыми эффективными И, конечно, работая в центрах психологических, мне приходилось сталкиваться очень часто с кризисными состояниями различными По длительности и глубине И приходилось изучать с удовольствием и практиковать гуманистические подходы В том числе подход Пизешкяна и других специалистов Но последние 10 лет я целенаправленно занимаюсь развитием психоанализа И более конкретно развитием психоаналитической семейной партной терапии Поскольку интеграция сейчас присуща не только психотерапии в целом Но и психоанализу как отдельному пересекающемуся с этим направлением То интеграция происходит и в психоанализе внутри него И все, что еще раз хочу подчеркнуть Что вы можете воспринимать все, что я в дальнейшем буду говорить Как иллюстрацию к тем проблемам и противоречиям О которых сейчас, уважаемые докладчики, уже нам наметили перспективы и направление нашего обсуждения Психоанализ, небольшой исторический экскурс Представьте, то, о чем сегодня уже упоминалось Европа конца 19 века, британская мораль В рамках которой агрессия, сексуальность и другие импульсы многие влечения табуировались И 1895 год венский невролог Зигмунд Фрейд, врач, который чрезвычайно был разочарован в медицинских методах оказания помощи людям с нервно-психическими расстройствами Выдвигает революционную идею в статье исследования истерии вместе с Брейером Где он предлагает рассматривать неврозы не только с точки зрения биологической этиологии Ну, например, истерический паралич Но прежде всего с точки зрения психологических функций переживаний Как результат вытеснения и подавления сексуальных влечений Нам, наверное, с вами сейчас трудно вообще представить, какому астракизму и что выдержал И какой героизм требовался от Фрейда для того, чтобы не только это провозгласить, но и отстаивать, фанатично отстаивать эту идею до тех пор, пока она не стала частью культуры и частью западного менталитета Но Фрейд пошел дальше И в 1996 году в статье об этиологии неврозов он ввел термин психоанализ И я полагаю, что этот год, 1896 год, может считаться днем рождения психотерапии На тот момент психотерапии не существовало Фрейд провозгласил не только новую концепцию, но и новый метод, который обозначил психоанализ Это как метод психотерапии И понятно, что определяя, что есть психоанализ, он указывал, что это прежде всего способ исследования бессознательных процессов Этот метод лечения исключительно неврозов, никаких других нервно-психических расстройств Фрейд на тот момент не имел в виду И это ряд возникших в результате этого психологических теорий И тот, кто знаком с психоанализом и тот, кто каким-то образом изучает эту науку Понимает, что Фрейд потратил гораздо больше времени на создание вот этой общей единой концепции, которую он называл метапсихология Которая может быть единой для всех школ направлений психотерапии Ему не удалось выполнить эту задачу, он очень надеялся на своих учеников, но, как известно, они его предали И впоследствии, после того, как Фрейд отошел, ушел уже отдел То, к сожалению, психоанализ начал развиваться не в метапсихологическом направлении На чем настаивал Фрейд, что нужно создать единую психологическую мета-теорию, которая будет применима ко всем сферам И к медицинской сфере, и к социальной, и так далее Но его последовательные сосредоточились на отдельных каких-то идеях И прежде всего, конечно, на методах оказания помощи людям, в том числе методах психотерапии Но, так или иначе, вне всякого сомнения, психоанализ оказал колоссальное воздействие на все дальнейшее развитие и психологии, и медицины, и культуры в целом И больше, чем многие другие направления, но, прежде всего, он был первым И в чем на сегодняшний день мы с вами можем согласиться и, безусловно, признают вот эту миссию психоанализа Как я уже сказала, родилась психотерапия, на мой взгляд, это главная заслуга Фрейда Как я уже сказала, все-таки психические феномены были признаны и до сих пор рассматриваются как значимые в этиологии неврозов и других нервно-психических расстройств Но все-таки главная заслуга психоанализа, конечно, заключалась в том, что мы сейчас очень большое внимание уделяем той части своей жизни и личности Которая называется все-таки частичные или полностью неосознаваемые процессы И мы помним все вот это высказывание, самое известное высказывание Фрейда, что личность человека, его психическая жизнь подобна айсбергу Только меньшая часть из психических процессов им осознается и контролируется в течение жизни И наш личный опыт и наша практика убеждают, что, похоже, это так Главный запрос пациентов, которые обращаются с симптомами или с трудностями в отношениях или с кризисом личностным или жизненным Главный их симптом – помогите, я не контролирую ситуацию, я не понимаю, что со мной происходит, и я не понимаю, почему то, что я хочу, я не могу реализовать в жизни И здесь психоанализ, конечно, был гениален На сегодняшний день все представители и психологии, и представители других научных и культурных сфер Признают, что и используют те основные идеи и положения, которые лучше всего разработаны в психоанализе и достаточно хорошо разработаны Ну, кроме категории бессознательного, мы видим, что психоанализу принадлежит все-таки идея о влиянии детского опыта Не все соглашаются со степенью этого влияния, но все соглашаются, что это, безусловно, проявляется И взрослый человек, вне всякого сомнения, в зависимости от силы фиксации на детстве, от силы травматизации, повторяет, невольно повторяет инфантильные конфликты и травмы Вместо того, чтобы жить взрослой полноценной жизнью Далее, амбивалентность психической жизни, присущая каждому из нас, сочетание любви с ненавистью, страдания с радостью и так далее Вины с обидой, это все тоже то, что сейчас все психотерапевты и все специалисты, работающие с людьми, они разделяют Роль тревоги и бессознательных защит Ну, теория защиты — это наиболее разработанная и самая удобная в использовании на практике Это все понимают вообще, все используют, все понимают И эта концепция на сегодняшний день тоже широко заимствована всеми направлениями психологии Далее, перенос на новых людей, детских ожиданий и отношений, которые приводят к повторению, навязчивому повторению паттернов взаимоотношений Мы с вами тоже видим, что это имеет место быть Сопротивление, осознание, изменение — это главная проблема психотерапии Как преодолеть сопротивление, как помочь человеку измениться, когда самое трудное для него — это измениться Даже если это изменение касается его страданий, его симптомов Расстаться с симптомами, поскольку они включены в личность и играют очень важные функции, для человека труднее всего И что мы после этого можем ему предложить? Это проблема сопротивления, как бы мы ее интерпретировали и как бы мы и не иронизировали по поводу того, что Особенно психоаналитики этим грешат, что если у человека эффективность психотерапии недостаточно высока Ну, психотерапевт говорит, это ваше сопротивление, ничего личного, мы не можем справиться с сопротивлением Но на самом деле эта проблема очень серьезная, она и биологическая в такой же степени, как и психологическая, и как и методическая Как работать с сопротивлением, и можно ли вообще, и в каких случаях можно и нужно его преодолевать И необходимость осознания и интеграции сознательной и безосознательной сферы Это также то, что, в общем, сейчас все, без исключения, специалисты признают И если мы будем с вами уходить в дискуссии по поводу эффективности психотерапии или цели психотерапии То на сегодняшний день я специально в лекциях, много читаю лекций И специально анализирую исследования и работы в этой области И прихожу к выводу, что наиболее часто сейчас встречается формулировка цель психотерапии Не столько устранение симптомов, это частная задача, но цель психотерапии, медицинская и психологическая Это интеграция личности И отдельные задачи, адаптация, снижение симптомов и так далее Это как бы входит в эту общую цель И по мнению Фрейда, это вполне его идея Там, где было оно, должно стать я Это цитата про иммиграцию И если говорить о том, как развивался психоанализ И почему мы сегодня тоже практически на той же точке стоим Хотя немножко другие слова и другие участники, но те же проблемы сохраняются Мне кажется, очень интересно нам с вами чуть-чуть осветить вопрос Что психоанализ это то направление в современной психотерапии, в современной психологии, естественно Которое развивалось, пожалуй, быстрее других направлений и претерпело колоссальные изменения И сегодня, когда кто-то рассказывает про психоанализ как метод свободных ассоциаций для богатых пациентов Рефлексирующих, которые с удовольствием лежат на кушетке и с удовольствием платят большие деньги Это миф Я работаю психоаналитиком И у меня таких пациентов 2-3 А остальные обычные люди, в том числе с симптомами И современный психоанализ совершенно не тот психоанализ, который мы с вами все видим на картинках и в книгах И который обозначается как классическая модель Зигмунда Фрейда Как развивался психоанализ? Психоанализ прежде всего развивался благодаря жесточайшей критике Социальной и критике со стороны специалистов Я в качестве иллюстрации хочу обратить ваше внимание, вы сами ознакомитесь, если захотите Многолетние, тщательные исследования уважаемого Ганса Айзинга Который буквально целью всей своей жизни поставил доказать ненаучность психоанализа И его очень глубокие, очень интересные исследования, в том числе онкологических больных По отношению к которым практиковали психоанализ, широко известны И, конечно, главные обвинения всегда по отношению к психоанализу Всегда затрагивали его так называемую ненаучность И до сих пор критики подвергаются следующей особенности психоаналитического метода И психоаналитических теорий Ну, первое, сложность и, конечно, надуманность многих концепций Которые часто называют психоаналитической мифологией Это и теории дипового комплекса, и много чего, что рассматривают как отдельную какую-то идею Трудноприменимую для объяснения в качестве универсальных идей Да, отчасти это так, и современные психоаналитики разделяют эти критические внешние воззрения Но вторым очень серьезным аспектом для критики является длительность психоаналитической терапии Да, психоаналитики все уверены, что для достижения кардинальных изменений Для того, чтобы пациент к нам не вернулся через месяц, через полгода Нужна более длительная работа, потому что в основе и тревоги, и связанных с ней симптомов Конечно, лежат те психические функции, те внутри психологические конфликты С которыми, ну, вот как бы принято работать психологом и психоаналитиком Но без устранения этой причины и симптомы либо возвращаются, либо меняют свою форму И поэтому длительность психоаналитического лечения одновременно это и положительная сторона психоанализа И его очень слабое место Ну, кроме этого, что еще можно сказать, что все-таки субъективность метода Психоаналитическая методика считается одной из наиболее субъективных И многие оппоненты вообще считают психоанализ либо искусством герменевтики Либо искусством толкования, где совершенно фривольно каждый психотерапевт-психоаналитик Трактует и симптомы, и проблему пациента Существует такая проблема И чрезмерная фиксация на прошлом, на негативных переживаниях Пассивность пациента и его зависимость от терапевта Связанная с недирективностью психоанализа Все это и многое другое подвергаются критике на протяжении более чем 100 лет Вы должны понимать И на это реагирует психоанализ как очень мобильная такая внутренне согласованная система Но я хочу отметить, что внешняя дискуссия и вот внешние конфликты Вне всякого сомнения стимулируют развитие психоанализа И который вынужден давать ответы на эти вызовы Но самый большой стимул для развития психоанализ получил благодаря своей беспрецедентной внутренней дискуссии Ни в одном направлении психотерапии и психологии нет и не будет, наверное, никогда Такой внутренней дискуссии, как психоанализ Пересмотру подверглось все практически Начиная от ведущей роли дипового комплекса в происхождении неврозов Вот я в анализе 17 лет И 17 лет я спрашиваю своего психоаналитика В чем моя проблема и в чем мой базовый конфликт И он говорит, как и всем, наверное, говорит Что вы нормальный невротик, у вас основная проблема эдипальная Вот это классический психоанализ, чтобы вы понимали Так вот сейчас современные психоаналитики отходят далеко от этой парадигмы На которой наставил Фрейд Это для него было принципиально Мы с вами понимаем, что Фрейд не занимался очень многим Ну просто не успел и что-то не входило в его интересы Но игнорировались совершенно доэдипальные проблемы на ранних этапах развития Отношения ребенка с родителями, с семьей, социальным окружением И более того, Фрейд делал заявления, которые на сегодняшний день Мне лично очень мешают Ну, например, он делал заявление, что семью всячески нужно изолировать от лечения Поскольку она только мешает, поддерживая прежние детские конфликты и симптомы А я занимаюсь психоаналитической парами, супружеской, семейной терапией Понимаете, какое мне нужно делать введение, читая лекции в институте психоанализа Для того, чтобы объясниться и потом дать знания полезные для психоаналитиков Потому что проблема отношений практически у каждого клиента И сработать с классическим психоанализом, решать эти задачи практически невозможно И идея Фрейда о невозможности применения психоанализа к нарциссическим, психотическим, тяжелым расстройствам и так далее Очень многое пересмотрено сегодня И на сегодняшний день психоанализ представляет собой очень сложную научно-теоретическую систему Где для классической модели отводится меньшая часть Для классической модели Фрейда с его концепциями и с его методом свободных ассоциаций с кушеткой 3-4-5 сессий в неделю Сейчас работает меньшее количество психоаналитиков Большинство из них отвечают на современные вызовы и имеют уже более современную подготовку Которая включает все, что создано после Фрейда И на сегодняшний день мы должны с вами сказать, что интегративные процессы внутри психоанализа И ответ на вызовы, о которых нам говорил Сергей Михайлович Они привели к тому, что на первый план вышли не теория защит и не теория влечения Фрейда И не его концепция, а именно теория объектных отношений и эго-психология Как интегративные концепции и методы, позволяющие объединять и проблемы пациента И его связи с семьей и социальным окружением Но во всяком случае признающие и изучающие важность этих аспектов И с точки зрения практики психоанализа выделяют точно так же, как в теории выделяют классический психоанализ И современный психоанализ С точки зрения практики тоже выделяют классическую технику У меня три пациента, которые сейчас лечатся по классической технике Потому что они это выбрали, потому что для них это подходит Остальные все-таки сеттинг, то есть организация, способы, форма организации работы Определяются, во-первых, проблемой пациента И психоанализ не для всех проблем подходит для решения Во-вторых, запросом пациента и его возможностями Пациенты не могут платить деньги и не могут ходить пять раз в неделю А многие пациенты, и для них вот этот мета свободных ассоциаций И фиксация на негативных переживаний усиливает депрессивную симптоматику и так далее И для них он тоже является антитерапевтичным И таким образом, вот несмотря на то, что психоанализ в чем-то остается единым Потому что основные положения психоанализа – работа с бессознательным Признание все-таки важности, вытеснение, подавление и работа с сопротивлением Вот эти и другие аспекты, они остаются очень важными В том числе и подструктурой личности, которую предложил Фрейд Современные психоаналитики их хотя и изучают Дифференцированно каждый акцентирует свое внимание на какой-то подструктуре личности Ну направление я имею в виду Но тем не менее, все это в целом дает общую, достаточно на сегодняшний день вариативную картину Где каждый психолог или врач может идентифицироваться с каким-то направлением психоанализа С точки зрения его концепции, аспекта изучаемой проблемы И с точки зрения метода, и с точки зрения формы работы с клиентами И на сегодняшний день, если говорить о том, в чем состоят современные тенденции психоанализа Ну в том же, о чем говорили предыдущие докладчики Это заполнение лакун и признание слабости и недостатков в предыдущих взглядах Это явное ослабление внимания к первоначальной психоаналитической мифологии К тем идеям, которые были созданы на материале пуританского общества конца 19 века Именно на классических невротиков с истерическими симптомами Сейчас мы работаем с различными людьми и с различных слоев общества И с различными проблемами и симптомами Далее я уже сказала, что интенсивное развитие интегративных подходов психоанализе Объединяющих и решающих все-таки более важные или более широкие задачи Чем просто понимание себя и осознание себя Они представлены в виде теории объектных отношений и эгопсихологии И продолжается и сейчас усиливается требование к подготовке психоаналитиков и их личному анализу Но я 17 лет в анализе и пока не собираюсь его оставлять Но стандарт, если вы понимаете, это от 250 часов И это тоже преимущество психоаналитической подготовки Когда я общаюсь с коллегами, которые закончили большой университет Я сама классический психолог по первому образованию И в данном случае я понимаю, что когда они приходят в институт психоанализа Они говорят, вот здесь психотерапия А в большом университете мы ее никак не могли найти И понятно, что изменение психотерапевтической модели Самой формы и методов работы с пациентом происходит еще быстрее, чем изменение теорий Современные теории современного психоанализа сформировались в 40-е, в 50-е, в 60-е годы Сейчас они не так сильно меняются А вот метод меняется буквально каждый день И на сегодняшний день мы с вами имеем очень широкий вариативный ряд различных техник Которые применяют психоаналитики, заимствуя их из других направлений психотерапии Точно так же, как другие направления заимствуют очень многие идеи техники из психоанализа И интеграция с другими направлениями психологии на сегодняшний день Она проявляется во всех парадигмах и психологии, и психотерапии И если говорить о эффективности, это одно из слабых мест психоанализа Поскольку он долгий, и поскольку его цели выходят за рамки просто устранения симптомов Психоанализ действует не на симптом, а на тревогу и причины ее вызывающие То в данном случае проблема эффективности Мне очень нравятся исследования, которые анализируют на протяжении всей своей книги Хельмут Ремшмидт в его работе «Психотерапия детей и подростков» Где буквально в каждой главе он сравнивает для решения задач Например, в рамках семейной психотерапии, в работе с фобиями и так далее Какой метод здесь эффективнее И неоднократно заявляет, что в принципе, например, для таких расстройств, как невротические расстройства Как характерологические расстройства Все методы психотерапии одинаково эффективны Но есть, конечно, по нозологии, есть большее предпочтение и большее эффективность тех или иных методов В целом, одними и тем же методами можно добиться достаточно хороших результатов И каковы на сегодняшний день Я уже заканчиваю На сегодняшний день я хотела бы немножко процитировать своих пациентов И своих клиентов, которые приходят за психоаналитической помощью Какой бы длительность она ни была и в какой бы форме, какой бы сеттинг они ни выбирали Что, безусловно, они получают? Что дает психоаналитически ориентированная терапия? В скобочках, обращая ваше внимание Я предполагаю, что такой результат достигается и в других направлениях психотерапии Но пока я про психоанализ Что дает? Сразу на первых встречах в течение первых недель снижается тревога Тревога снижается, повышается способность понимать, осознавать себя и свою психическую реальность И очень многие пациенты впервые в жизни сталкиваются с самим собой Они впервые видят то, что они никогда не видели Они впервые принимают это без страха и упрёка Они впервые принимают ту реальность, что очень многое в себе в виде конфликтов, симптомов Негативных каких-то характерологических и поведенческих проявлений Что многие вещи нельзя изменить Они понимают их причину Но что делать, если это изменить нельзя А что можно изменить и как изменять Вот эти вопросы решаются в рамках психоанализа И многие пациенты приходят к ощущению не только снижения тревоги И как следствие уменьшения, естественно, и симптомов С которыми к нам приходят те же фобии, те же невроз навязчивости, те же психосоматические симптомы и так далее И очень многие приходят, вот кто интеграции, они понимают и принимают себя Они обретают определенную внутреннюю свободу А современный психоанализ позволяет еще и изменять отношения Потому что отношения с другими людьми в профессиональной сфере, в личной сфере Это обязательно непосредственно связаны с психической реальностью внутренним миром Не только симптомы, но и наши социальные отношения И эти задачи решает успешно современный психоанализ Который совершенно не совпадает с классической моделью Зигмунда Фрейда И выходит далеко за ее рамки Благодаря той дискуссии, которую мы сейчас с вами наблюдали в этой аудитории Спасибо Спасибо большое за вопрос Господа Валерийна, спасибо за рассказ о психоанализе Хотела бы вам дать вопрос Один методический, один провокационный Вот если позволите Вот если так, по методически То, например, как вы оцениваете работу Гюнта Рамона И вот эта его идея динамической психиатрии Когда он привел, по сути, психоанализ Интегрировав его в другими направлениями, в психиатрию, в клинику Вот это первый вопрос А второй, все-таки если у вас возникает какой-то вопрос по поводу пациента Вы психиатра приглашаете или направляете гипноз? Например, гипноз его пациенту Гюнт Рамон, я, к сожалению, к стыду своему Очень хорошо не знаю концепцию Но я работаю в диссертационном совете много лет По медицинской психологии И вот, в частности, Колотильщикова Екатерина защищалась Борис Митрович с ней приходил И они как раз эту концепцию в том числе и применяли к неврозам, к их исследованию и лечению Я полагаю, что эти концепции, то есть применение психодинамических подходов в психиатрии Они являются ответом на социальный заказ Ну, например, когда я училась семейной психотерапией в Вене Первоначально системному ее варианту Мы специально изучали те психотерапии, которые официально регламентированы И за которые можно получить определенное количество по страховке бесплатных часов психотерапии Психоанализ входит в большинстве стран Он входит как официально признанный метод лечения Еще со времен Фрейда так получилось А вот другие какие-то методы, многие очень уважаемые, они могут не входить в отдельно взятой стране То есть, во-первых, я считаю, что теория ОМОНа все-таки это ответ на какую-то социальную задачу Все-таки оплачивать определенное количество часов И если психоанализ, он все-таки есть как метод, он наиболее разработан В плане того, что это самое длительное направление в психологии и психотерапии, которое оказывает такую помощь И в данном случае, конечно, интеграция, она просто является закономерной и вынужденной внешне С точки зрения возможности интеграции, ну, я привела пример Когда приходят пациенты, я никогда не знаю, как долго, в какой форме, с какой проблемой мы будем работать Я полагаю, что, я не призываю, но полагаю, что очень полезно психотерапевту иметь вот такую разнообразную подготовку Потому что с разными проблемами нужно все-таки, но с депрессиями однозначно Вот когнитивная психотерапия будет более успешна, чем психоаналитическая психотерапия И на практике пациент делает запрос на интегративные методы И какой бы я все-таки веры не придерживалась, меня вынуждает к этому жизнь И вот эта сама идея, цель целостности, достижение целостности пациента Понятно, что клиент и пациент целостен И когда мы пытаемся применить какой-то метод, который ориентирован на определенные только сферы психического функционирования Когнитивно-поведенческие или гуманистические на ценности То мы тем самым диссоциируем, разделяем пациента на какие-то вот такие функции А он целостен, как тот слон у пизышкиана в той его притче А второй ваш вопрос? Все-таки, если потребуется, вы направите к психиатру с таблетками Или, например, к гипнотерапевту для удаления симптоматики? Равиль Каисович, большая для меня сейчас проблема Я с Станиславом Валерьевичем сотрудничаю в этом плане с вашим коллегой Вот посмотрите, приходят клиенты с симптомами У меня таких клиентов примерно 30% И это, как я уже говорила, не буду перечислять Это неврозы в основном, это психосоматические симптомы с астмой и с другими расстройствами С аллергиями очень много, и это различные поведенческие расстройства И эти пациенты, они категорически не хотят идти к психотерапевтам Даже если я договорилась со своим знакомым психиатром, понимаете? Даже если бы он пришел к нам в центр Они не хотят понимать и осознавать себя как больного Они считают, что это их психологическая проблема И они приходят ко мне для того, чтобы я помогла им не быть больными Не стать больными Они считают, что это какой-то путь Что вот еще чуть-чуть, и они могут стать больными Но они не хотят признавать свою психопатологию И в данном случае я сейчас еще пока для себя не ответила на этот вопрос Вот ваш вопрос Бывает, что я советую им И бывает, что этот мой совет вредит психотерапии И динамика от этого негативная Бывает, что я игнорирую эту проблему Не хочет человек, даже если симптомы депрессии или каких-то других расстройств Они выходят за рамки возможностей психотерапии Но я вижу негативные к этому отношения Я уважаю психическую реальность пациента И я работаю с ним в рамках психологической Разговорной психотерапии в большей степени Но в некоторых случаях я категорически настаиваю Например, в случае зависимости, когда ко мне приходят люди Я ставлю им условия Или нервная анорексия Я ставлю условия, что я работаю параллельно с контролем веса И работаю параллельно с психиатром Иначе человек у меня благополучно может умереть При опасных формах аддикции В том числе нервной анорексии или наркотики И я должна понимать, что он получает медицинскую помощь Но это редкие случаи В основном мы обходимся без психиатрии А если и имеем с ней Не наработан алгоритм взаимодействия И я прихожу к тому же К чему приходит Минусов больше, чем плюсов Не потому, что психиатрия не нужна А потому, что не наработан алгоритм взаимодействия Он отсутствует И это одна из задач перспектив Возможно ли такие изменения С вашей точки зрения Когда это для вас перестанет быть психоанализом? Давайте по порядку Первые перспективы психоанализа Ну, вне всякого сомнения Психоанализ больше будет работать С социальными проблемами И с отношениями клиента Чем только его переживаниями По поводу себя И интерпсихической реальностью Вне всякого сомнения На мой взгляд Психоанализ Четче определит свои границы С какими проблемами Все-таки он должен и может работать А с какими проблемами Все-таки психоанализ должен признать Что и просто Это четко обозначить Как свои границы И в литературе И в исследованиях Что это проблема эффективности психоанализа Определить зону эффективности Мне кажется, это очень важное направление Да, я с этим сталкиваюсь Когда я сталкиваюсь с психоаналитиком Который хуже своего клиента Понимаете? Он менее успешен в общении В социальном функционировании У него больше симптомов Он более деструктивный Я не хочу заниматься психоанализом Но когда я вижу результаты Того труда, который проделывают пациенты И клиенты Проходя вот это психоаналитическое исследование Свой психоанализ Я хочу заниматься И буду заниматься долго Свой психоаналитическое исследование